Это вечерняя пятая студия. Мы продолжаем обсуждать главные события дня и, конечно, они сейчас связаны все с коронавирусом. С нами на связи Лейла Намазова-Баранова, академик Российской Академии Наук и главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава России, а также Владимир Шаповалов, заместитель директора Института Истории и Политологии МПГУ. Здравствуйте, спасибо, что вы к нам присоединились. Перед тем, как мы начнем наш разговор, покажу у себя на экране несколько новостей этого утра. Во-первых, мы видим, что московским властям удалось справиться с пробками и с очередями, которые были вызваны вчера буквально несколько часов пропусками. Вот мы видим в телеграм-канале Диптранса фотографии с московских дорог въезд в Москву. Абсолютно никаких сегодня пробок там нет. Кроме того, тоже разместил у себя в телеграм-канале сообщение властей Москвы. Запасов продовольствия хватит на 35-45 дней. Ну и вот еще одно сообщение от очень популярного, правда, анонимного телеграм-канала Низ Игорь. В принципе, эти сообщения ходят давно. Коронавирус нового типа, COVID-19, возник в Уханской лаборатории. Ее работник стал нулевым пациентом. Это Низ Игорь сообщает со ссылкой на сообщение Fox News. Понятно, что были раньше такие сообщения тоже. Скажите, вот вы что думаете по поводу таких сообщений, Владимир Леонидович? Ну, вы знаете, я рассматриваю эти сообщения. Пока нет точной доказательной базы, как элемент информационной войны, которая ведется в настоящее время со стороны Соединенных Штатов в отношении Китая. Китай тоже отвечает, как известно, на эту войну. Но сейчас мы видим, откуда пошло это сообщение. Fox News – это, собственно, рупор Дональда Трампа. Трамп ведет информационную войну против Китая. Вернее, продолжает ее в рамках коронавируса. А война эта ведется с 2016-го Трампом. И сейчас он наращивает обороты. Думаю, что это бездоказательный вброс для того, чтобы в очередной раз напомнить миру о так называемой вине Китая. Мы помним о том, что США, Великобритания и ряд других стран Запада грозятся предъявить счет Китаю. И, собственно, это элемент подготовки к этой очередной атаке. Да, мы видим не только Китаю, но и Всемирные организации здравоохранения. Скажите, Лейла, а вы как думаете, как долго будет эпидемия продолжаться, если мы говорим именно про Россию? Сейчас разные идут прогнозы. Сначала все очень сильно надеялись, что в мае уже пик сойдет. Сейчас все больше ведомств и министерств говорят, что ожидают спада к июню или к июлю. Какое вас ждать? Ну, давайте начнем все-таки с правильного названия. COVID-19 — это название болезни, по-английски coronavirus disease, да? А сам вирус называется SARS-CoV-2, ну, если уж совсем быть точным в определениях. Итак, в Китае, вы знаете, что волна началась в декабре, но к концу марта они уже справились со своей эпидемией. В принципе, медицинская помощь в Китае когда-то была организована по прототипу советской системы здравоохранения. И в последнее время они как раз очень с большим интересом смотрели на опыт работы нашего Роспотребнадзора и многие вещи пытались себе назад ввести в свою систему, поскольку некоторое время назад от каких-то элементов системы отказались. И, собственно говоря, именно это позволяет думать о том, что мы будем проходить примерно по этому же сценарию, если наши люди будут такими же организованными, как китайцы. То есть будут выполнять то, что говорит руководство страны, города, региона в ситуации, когда общий исход, безусловно, зависит от действий каждого из нас. Но я хотела бы вернуться к тому, с чего вы начали. Действительно, в Москве сегодня дороги были абсолютно свободны. Я тоже могу это подтвердить. В районе полвосьмого абсолютно свободны были въезды по многим шоссе, где я проезжала. Но я хотела бы привлечь ваше внимание еще и к следующему аспекту. Ведь жизнь на самом деле состоит не только из COVID-19, именно из этой болезни. К сожалению, люди продолжают болеть и другими болезнями. В этом тоже не надо забывать. Именно сегодня те, кто страдает, например, сердечно-сосудистыми болезнями и лечится, скажем, теми препаратами, которые облегчают проникновение вируса в организм, должны поменять эту схему с помощью врачей, конечно же. Безусловно, очень интересным фактом является то, что именно этот вирус, в отличие от многих других пневмотропных типа гриппа, тех, которые направлены на дыхательную систему, не поражают астматиков или людей с хронической обструктивной болезнью легких. Но и те, и другие обязательно должны продолжать свою терапию. И уж совершенно точно мы не должны забывать про профилактику. Посмотрите, например, Республики Конго. Пока они боролись с эпидемией Эбола, про это все знают, ужасная болезнь, и все ждали как ману небесного появления вакцины, чтобы эту эпидемию прекратить. Но когда они посчитали потери, оказалось, что от лихорадки Эбола умерло меньше, чем от абсолютно предотвратимой кори. Почему? Потому что пока боролись с тяжелой инфекцией лихорадка Эбола, совершенно упустили то, что надо проводить вакцинацию от кори. И вот мне бы хотелось призвать наших граждан не забывать о том, что детей по-прежнему надо защищать от предотвратимых инфекций, банальных инфекций, которым нельзя сейчас дать поднять голову. Лейл Семерун, тогда хочу вас спросить о новости, которая упала на лентинформагентство, вы когда говорили, сейчас покажу. Смотрите, Минздрав России приостановил плановую вакцинацию детей и взрослых из-за распространения коронавируса. Нет, это не соответствует действительности. Было одно письмо относительно приостановки плановой вакцинации взрослых, оно появилось на прошлой неделе, вчера поступило новое разъясняющее письмо Минздрава, подписанное замминистра Камкиным, о том, что, безусловно, ответственность вся ложится на регион, потому что зависит все от того, как в регионе этот процесс организован. Но в нем как раз говорится о том, что каждая медицинская организация должна продумать, как правильно продолжать вакцинацию детей. То есть, если сейчас подходит время вакцинации для детей, и, кстати, для взрослых, взрослым тоже надо вакцинироваться, между прочим, то вы рекомендуете что сделать? Наверное, позвонить в свою поликлинику, уточнить, стоит сейчас приходить или нет. Да, безусловно, надо связаться с лечащими врачами. Конечно, речь идет прежде всего о первичной вакцинации, то есть серии тех вакцинаций, которые вообще защищают организм. Предположим, если ребенок только недавно родился, его не защитить, скажем, от дифтерии, столбняка или пневмококовой инфекции, с которой он тоже имеет большую вероятность встретиться, даже получить ее, так сказать, от своих близких, если они будут носителями, то здесь это очень принципиальный вопрос. К тому же, не надо забывать, что погода стоит уже теплая, появились клещи, и клещевой энцефалит тоже, к сожалению, никуда не исчезнет. То есть это вопрос, который требует особого внимания граждан. Сегодня болезни остальные никуда не делись. И то, что должно быть предотвращено с помощью вакцинации, естественно, должно быть остановлено. Пока мы говорили, оперативный штаб Москвы опубликовал новые данные за последние сутки. Давайте я тоже их сейчас зачитаю, покажу вам. В России зафиксировано 3448 новых случаев коронавируса за минувшие сутки в 78 регионах. Ну и как, собственно говоря, было раньше, основные случаи – это Москва, Московская область и Санкт-Петербург в тройке лидеров. Выздоровели 318 человек, 34 новых летальных исхода. Это данные, которые опубликовал оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на московске. Вот только что. Скажите, вот мы видим, что, Владимир Леонидович, что ситуация в некоторых странах мира начинает стабилизироваться. Мы, с одной стороны, все были очень-очень рады, до сих пор рады, что к нам пришел коронавирус с такой задержкой. Но не получится ли так, что с такой же задержкой мы будем выходить из этой ситуации? И, соответственно, когда весь мир уже начнет оправляться, у нас будет только пик. И мы будем в неприятной относительно мира ситуации и запаздывать с точки зрения экономики тоже. Вы знаете, вирус, насколько можно уже сейчас судить по китайскому опыту, имеет определенную стадиальность своего развития. В силу этого, например, карантин в Китае, в Ухане был 78 дней. То есть 2-2,5 месяца – это активная фаза развития пандемии. И поэтому вполне естественно, что те страны, которые раньше, чем Россия, вступили на этот путь, а это, естественно, страны Западной Европы, это Соединенные Штаты, конечно, они будут и выходить раньше, чем Россия. И тут ничего не сделаешь. Это естественная ситуация. Точно так же, как Китай и сопредельные восточно-азиатские страны уже вышли из этой ситуации. И да, в России, конечно, выход будет позже, чем в странах Западной Европы. Кстати, ничего плохого в этом я не вижу. Я вижу только исключительно плюс в том, что мы смогли подготовиться к вирусу и максимально отсрочить приход этой заразы на нашу территорию. Обращаю внимание на то, что 30 января мы закрыли границы с Китаем. Мы сделали это первыми. И, в общем-то, это спасло большое количество жизней. В России это совершенно очевидно, потому что в Россию вирус пришел не из Китая, а из Европы, из Италии, Франции, Испании и других западноевропейских стран, проделав, в общем-то, обратный путь вокруг планеты. И вот это время дало нам возможность подготовить систему здравоохранения, разработать план борьбы с вирусом. И вот в этом смысле, конечно, это спасло большое количество жизней. При этом нужно обратить внимание, что да, конечно, Россия выйдет из вируса, из пандемии позже, чем страны Западной Европы, но теперь уже совершенно очевидно, и я думаю, что никто не будет с этим спорить, что в России не будет такой катастрофы, как в Соединенных Штатах или в некоторых западноевропейских странах, в силу разных причин, которые мы обсуждали, еще будем обсуждать. И поэтому для сравнивать данные ситуации, я думаю, что тоже не совсем корректно, потому что российская ситуация, она существенно иная. Что касается экономических проблем, та политика, которую проводит российская власть в настоящее время, она все-таки достаточно гибкая, и она включает в себя неполное тотальное отключение экономики и борьбу с вирусом. Мы видим, что эта политика, она маневренная. Каждый день система перенастраивается, включаются какие-то новые опции. Она зависит от разных регионов страны, и я уверен, что то, то, что, в общем-то, произойдет, не будет никакой беды в том, что Россия выйдет из кризиса для экономики, из пандемии позже, чем западноевропейские страны. Я уверен в том, что мы сможем адаптировать нашу экономику и минимизировать потери. При этом я обращаю внимание на то, что самое важное, самое важное в этой ситуации, в экономической ситуации, состоит в том, что мы оказались лучше готовы к этой ситуации, чем многие другие страны, потому что с 2014 года находились в состоянии экономической войны с Западом, и, собственно, политика импортозамещения, политика накопления резервов, золотовалютных резервов, создали достаточно эффективную подушку безопасности, которой мы пользуемся сейчас. И можно сказать, что вот эта конфронтация с Западом, она дала возможности российской экономике перестроиться на кризисные рельсы значительно раньше, чем пришел вирус. Лавиа Сеймуровна, а мы, вот то, о чем говорил Владимир Леонидович, мы действительно уже застрахованы от того, что у нас повторится итальянский сценарий, мы действительно успели накопить силы. Я просто перед тем, как вы будете отвечать, покажу нашим зрителям ту статистику, которую вот минуту назад опубликовал оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве. Смотрите, как растет число заболевших в Москве. Это данные именно по Москве. Сейчас 16 146 выявленных случаев только в столице. Да, мы видим, что на вот этом графике, что темпы заболевания, они сначала нарастали, но сегодня чуть-чуть сдали назад. Темпы именно заболевания. Но это по одному дню судить сложно. Смотрите, графика тоже, расчеты, которые я вывешивал у себя в своем телеграм-канале, вот они, собственно говоря, еще 14-го числа вывешивал. Все, что светлым, это тогда был прогноз, и этот прогноз пока очень сильно сбывается. Вот 16-е число, сегодняшний день, как раз по расчету и должно было быть около 28 тысяч заболевших. Сегодня, я напомню, 27 900 с небольшим заболевших. И если дальше этот расчет будет точным, то в 25 апреля в России будет 100 тысяч, Россия перешагнет планку в 100 тысяч заболевших. То есть уже, возможно, к концу следующей недели. Мы застрахованы от итальянского сценария. Мы успели подготовиться? Смотрите, хотела бы я начать все-таки опять вернувшись к тому, что вы сказали в первой части. Ситуация с вирусом. Вирус в Китае и вирус в Западной Европе. Это два разных типа. В Китае действительно был более смертельно опасный. В Европе как будто бы, грубо говоря, менее сильный, то есть послабее вирус. Но тем не менее, как вы правильно отметили, в Италии, в Испании абсолютный коллапс системы здравоохранения, невероятное количество погибших и в определенный момент просто дезориентация всей системы здравоохранения. Я постоянно на связи нахожусь со своими западноевропейскими, американскими коллегами. И, безусловно, мы все время обсуждаем один и тот же вопрос. Что случилось? Почему системы оказались не готовы? Мнение моих западных коллег в том, что это как раз результат той самой страховой медицины. Минимальная достаточность. Именно этот принцип был положен в основу систем здравоохранения западноевропейских стран и Соединенных Штатов Америки в последние десятилетия. Вы знаете, что в Советском Союзе, а затем и в современной России, была выстроена совсем другая система здравоохранения. У нас очень много отличий, я не буду сейчас на них останавливаться, но в последние годы нас как будто бы пытались немножечко приблизить к тому, что существует на Западе, но, к счастью, поменяли те, наверное, не самые лучшие черты, которые были в нашей прошлой системе, постарались их каким-то образом оптимизировать, но не разрушили многие достоинства нашей системы, которые сегодня работают на нас. Соответственно, наш подход, холистический подход, то есть подход к позиции целостного организма, он, с моей точки зрения, сегодня позволит получить преимущество по сравнению с другими странами. Я не знаю, какое количество дней уйдет на нашу эпидемию, да никто и не может этого знать, кроме Господа Бога. Вопрос в другом. Сегодня, и это отмечают все мои коллеги за рубежом, вот этот COVID-19, эта инфекционная вирусная болезнь, стала очень во многом нозокомиальной, то есть присущей больницам заражается медперсонал, и действительно сегодня очень большой процент зараженных, это именно медицинские работники, заражаются люди, поступающие в больницы, так сказать, по другим поводам, и вот это надо иметь в виду. Я думаю, что наша страна обладает достаточными ресурсами, прежде всего интеллектуальными и организационными, чтобы сделать правильные выводы и вынести правильные уроки из того, что произошло на Западе, и, соответственно, в своей ситуации сделать все наилучшим образом. Еще одна тех... Да, Владимир Леонидович, да-да-да. Вы знаете, я видел ваши таблицы, синхронизирующие Италию и Россию, действительно, они достаточно убедительные, но я хотел бы обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, количество заразившихся зависит, как известно, от количества тестов, которые проведены. В России проводилось и проводится значительно больше тестов, чем в Италии, и, соответственно, выявляется... То, что у нас выявляется в синхроне, похожие цифры, это не совсем корректно. В Италии, конечно, заразившихся значительно... Ну да, у нас проверенных больше, то есть процент от проверенных у нас, условно говоря, меньше, да, получается. Коллеги, количество заразившихся не может зависеть от тестов. Количество выявленных случаев зависит от примененных тестов. Ну а мы можем оперировать только выявленными, мы не знаем, сколько заразившихся на самом деле. Это не в том числе. Безусловно. И, во-вторых, конечно, нужно смотреть еще на смертность. Смертность у нас совершенно разная. В России это 0,89%. Ну тут, фу, у нас гораздо, да, лучше, гораздо лучше тут показатели. В Италии 10%, у нас 0,8%. То есть это совершенно разные цифры. И, конечно, в данном случае медицина, медицинское именно качество медицины, как мне кажется, нужно замерять именно смертностью, а не тем, какое количество людей заразилось. Да, это факт. И огромное количество, огромное спасибо нашим докторам за то, что они вот держат эту планку такой низкой смертности. Одна из самых низких смертностей от коронавируса именно в России. Причем, что не надо забывать, что ведь нет лекарства от этого вируса. То есть это общие усилия, общемедицинские подходы, и они совершенно правильные. А вот что это? Это лучшая забота наших докторов? Просто, ну, что называется, сердобольность, да? Или что? Я вам уже сказала, для нашей системы здравоохранения вообще вот этот подход с позиции целостности организма всегда был очень традиционным. И я думаю, именно это позволяет сегодня решать многие вопросы намного лучше, чем западные коллеги. И они привыкли лечить болезнь. Мы всегда лечим больного. Владимир Владимирович, еще одна тема, которая обсуждается, особенно в западной прессе, все более широко. И, наверное, таким пиковым была заметка в New York Times, которая говорила о том, что американская система здравоохранения разрушена из-за российской пропаганды. Вот прям практически цитата, что это Путин убедил всех американцев не вакцинироваться, и из-за этого они так болеют. Сегодня продолжение этой же самой темы. Вот покажу вам сейчас, собственно говоря, заметку. В Европарламенте призвали бороться с агрессивной пропагандой России и Китая в ЕС на фоне пандемии коронавируса. Это уже не какая-то заметка New York Times. Ну, это журналисты. В конце концов, мы, журналисты, можем что угодно говорить. Коротко, как вам кажется, это продолжится? Да, конечно, это продолжится, потому что для Запада, Соединенных Штатов и некоторых стран Западной Европы пандемия является поводом. Мы находимся в состоянии перманентной информационной войны против России. Да, и будем в ней, видимо, находиться еще долго. Извините, пожалуйста, время наше в эфире закончилось. Обязательно продолжим эти темы обсуждать. Сегодня вечерний, пятый студий, 8.30 вечера по Москве. Спасибо вам, гостя. Всего хорошего.